Пропаганда распоясалась, тоже мне новость, скажете вы. Но дело в том, что мы не можем не заметить, что пропагандисты начали прямо призывать к убийству. Причем к убийству конкретных людей. Ну как конкретных? Иногда они и сами не знают, кого хотят убить. Вот вам маленький фрагмент речи ведущего Сергея Мардана. Мы могли бы поддержать бы здесь на Соловьев Live, тоже бы отдельную там счет, наверное, завели бы. Собираем деньги на уничтожение Льва Пономарева. Сколько нужно? Десять? Двадцать? Пятьдесят тысяч долларов? Я думаю, что мы дня за три собрали бы. Насчет Льва Пономарева, это он, наверное, все-таки перегнул. Думаю, охотиться он собрался за Ильей Пономаревым. Но там, конечно, в этих пропагандистских мозгах разбираться то еще занятие. Обсудим возможные последствия такой безумной пропаганды с политиком Леонидом Гозманом. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Наверняка вы со мной это видео посмотрели, если раньше его не видели. Какие ощущения? Простите за такой банальный вопрос. О, Господи, ну жуть, конечно. Полная жуть, понимаете. Цивилизация – это некоторые ограничения. Понимаете? Вот некоторые ограничения. Ну вот хочется тебе съесть вот этого человека, но ты понимаешь, что есть его нельзя. И даже говорить о том, что хочется его съесть, тоже как-то вот не положено. Да, ну конечно, если ты там президент Центральной Африканской Республики, то, ну той давней, то да, ты вот съедал своих врагов. Но это все-таки особые совершенно люди. А вот так вот просто говорить, что я хочу его съесть – нельзя. Говорить, что я хочу его убить – тоже вроде как нельзя. Понимаете, вот цивилизация стоит на ограничениях. Мало ли чего нам хочется. Мало ли какие у нас мысли с вами возникают. Вот Сократ говорил, что если бы судили за мысли, он был бы величайшим преступником. Но поскольку судят не за мысли, а за поступки, то он преступником не был. Но он не высказывал эти мысли. И никто из нас не высказывает какие-то неприятные, какие-то не красящие нас вещи, которые есть. А эти стали говорить. Они соревнуются в том, кто больше вот всякой мерзости наговорит. А к реальности это, как это относится к реальности, это не важно. Поскольку у них вот нет обратных связей, то они говорят все больше, больше, больше. Ну, между прочим, сбросить ядерные бомбы на Вашингтон, Нью-Йорк, Лондон – это ведь уже они давно говорили. Это давно говорили. Первый раз вот действительно господин Мордан – это новая идея, что давайте соберем деньги на убийство каких-то нехороших людей. Это действительно ноу-хау. Но он проделывался вперед. Что Маргарита Симоньян так возненавидела Сибирь, что она хочет Сибирь уничтожить, я не знаю. Но, видимо, у нее есть какие-то давние счеты к Сибири и сибирякам. Но, знаете, я на что бы обратил внимание здесь, кроме того, что это уходит совершенно безумный беспредел, здесь есть еще важный момент. Это такая торжествующая, наглая архаика. Понимаете? Вот архаика. Помните коллега госпожа Симоньян по пропагандистскому цеху, сейчас он по совместительству еще видится с Пихарем Государственной Думы, Петр Толстой, он говорил, что мы будем лечиться дубовой корой, если не ошибаюсь. Только корой, только листьями, только дубиной, я уж там не помню. Но вот не нужны нам все эти лекарства, все не надо западные. Вот дубовой корой будем лечиться, и будет все хорошо. Хорошо, эта дама, которая сама о себе говорит дура-баба, это не я сказал, это она сказала. Да, дура-баба в футболе не понимаю. Мне кажется, что даже о футболе не надо говорить, если ты в этом не понимаешь. Но о язерном оружии точно не надо говорить, если ты не понимаешь вообще ни черта. Так вот, значит, она, вот как вы заметили уже, она, значит, говорит, вот зачем это делать? Чтобы не было гаджетов, да, чтобы не было цифры. А давайте мы все вернемся к проводной связи. Я не понимаю, почему к проводной связи, а не к посыланию гонцов из Москвы в Владивосток. Проводная связь это тоже все-таки от Лукавого. Вот, понимаете, значит, вот у них есть какое-то представление, ну, не их представление, конечно, а то, которое они пытаются унедрить народу безуспешно. Представление о правильной жизни. Вот, там, мужик там пашет, баба придет, там, еще чего-то, восемь детей. Ну, в общем, все как, все, что было, так сказать, по-нашему, по-православному. Но при этом они сами, видимо, понимают, что цивилизация, техническая цивилизация против этого. И поэтому надо заодно отказаться не только от контрацептивов, они сейчас от них отказываются уже. Да, есть такое дело. Да, конечно, конечно, а как иначе? А то что это вообще, понимаете ли, любишь кататься, а саночки возить не любишь. Вот, был у тебя секс, рожай, чтобы все было нормально. Вот, так, значит, но не только от этого, от средств связи, от всего. То есть, надо вернуться в архаику, надо все разрушить, все то, что сделано человеческим гением, понимаете. Надо вернуться к натуральному хозяйству, к лошадям, там, ну и так далее. Вот это такой оживший, оживший страшный сон. Это они придумали прошлое, которого никогда не было, и они пытаются всех загнать в это придуманное, отвратительное прошлое. Ну, а опасность здесь какая? Понимаете, в чём дело? Вначале было слово. Вначале было слово. Прежде чем делается, осуществляется там еврейский и армянский погром, сначала евреев и армян называют жидами и хачами. Понимаете, вот сначала их надо так назвать, а потом их можно убивать. Потом. Сначала надо назвать, как-то обозвать, не знаю, там, кавказцев наших, да, а потом можно их убивать. Ну и так далее, да. И вот они делают разрешёнными слова. Ядерная бомба, ядерный удар. Вот ещё несколько лет назад это нельзя было произносить. А раз можно произносить, значит, можно делать. Это делать. Это страшно. И это делает поколение, которое не знает войны. Вот знаете, вот Леонид Ильич Брежнев и все его комарели, при всех своих, мягко говоря, не сильных достоинствах, они прошли войну. Ну, не как люди шли войну. Естественно, Леонид Ильич не был под реальным риском. И так далее, да. Ну, он там громкую ура обеспечивал. Но он видел её. Вот он проезжал там, может быть, с охраной как-то, он проезжал, и он видел там сожжённую деревню, да. Он видел трупы на дорогах. Он видел бесконечные там грузовики, эшелоны, телеги с искалеченными людьми. Вот он всё это видел, да. А эти же этого не видели. И видеть не хотят. Понимаете, ведь Путин, это те не Зеленский, которые через день на фронте. Вот Зеленский видит всё, да. Он, понятно, он сам в окопе не сидит, он президент. Но он видит всё это. А Путин даже не видит. Путин даже не видит. Для них это всё вот это вот в телевизоре происходит. И поэтому они, конечно, вполне могут довести до настоящей ядерной войны. Они вполне могут. На самом деле это очень страшно, что сейчас происходит. Почему ещё остревожила меня эта тема? Потому что пока что они только говорят, как вы совершенно справедливо заметили. Но не во всех случаях. Тут нам показали на России один сюжет, как целую группу спецназа отправили в Украину, охотятся на пилота Ми-8, который туда сбежал. Максим Кузьминов его зовут. Сейчас я покажу эту самую группу. Её показывают, и они там прямо заявляют, что никакого суда, никакого следствия будут убивать. Давайте посмотрим. Это очень коротко. О судьбе Кузьминова говорят спокойно и уверенно. Приказ уже получен. О его выполнении вопрос времени. Найдём человека и накажем его по всем строгости закона нашего государства за предательство. Ну и то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно. До суда не вернётся, я думаю, не доживёт. Конечно, найдём. Мы до всех дотянемся. Наши руки длинные. Ну а как можно такое отпустить? Мы не можем такое отпустить. По-любому накажем за такие поступки. Ну вот, то есть, сначала слова, потом, может быть, дело. Теперь вот уже дело предателя, который физически перешёл на сторону врага. Потом в предателя и остальных на дело дойдёт. В эту же сторону всё движется. Ну, конечно. И вот о почётный легион иностранных агентов, которым я имею честь принадлежать уже сколько? Он говорит про то же самое. Он говорит про то же самое. Ты враг народа, значит, с тобой можно сделать всё, что угодно. И суд вообще никакой не нужен. Понимаете, та система власти, система права, которую они пытаются установить, которая так ярко была продемонстрирована, например, Рамзан Ахматовичем Кадыровым, который одобрил действия своего сына по избиению заключённого. Потому, что эта система права имеет всего один пункт. Что захочет властелин, то и будет. И никакие правовые проволочки не нужны. Понимаете? А нужна справедливость, нужен сильный человек, который справедливость осуществляет. И я вас уверяю, что очень многие в нашей стране одобрят несудебную расправу с этим парнем, пилотом Ми-8. Да, вот одобрят и всё. Точно так же, как я уверен, что есть люди, которые одобряют действия Кадырова и его сына. И если господин Мордан соберёт 30 тысяч долларов и наймёт убийцу, чтобы кого-нибудь из Пономарёвых убить, то и у этого будут свои сторонники. Уверяю вас. Ну, одно дело, это всё рассуждать в соцсетях или голосовать в голосовалочке чеченского ГТРК. Другое дело, готовы ли эти люди сами, ну, своими руками это делать. Всё-таки во времена большого террора потребовалось довольно много исполнителей. Сейчас общество уже подогрета, по-вашему, и до такой степени? Или они к этому стремятся, наверное? Вы знаете, мне кажется, что найти исполнителей – это никогда не проблема. Вообще никогда. Ну, по крайней мере так. Ни один террористический режим, ни гитлеровский, ни сталинский, ни какой, да, ни Кадырова, или там Аяталы эти в Иране, китайцы, китайский нынешний, не сталкивался с проблемой нехватки кадров. Ну, вот не сталкивался, понимаете? Вообще люди, которым нравится насилие, которые получают от этого удовольствия, которые в структуре мира ощущения, в картине мира, в которых насилие является, ну, такой системообразующей характеристикой, такие люди есть везде. Не знаю, какой процент, но они всегда есть. Откуда Гитлер взял своих штурмовиков, скажите, пожалуйста? Они что, с Марса были завезены? Или там, из Советского Союза? Да нет, это были немцы. Были нормальные немцы, которые жили среди других немцев. Ничем внимания на себя не обращали. Но они были низший класс, конечно. В основном это был низший класс. В основном это были какие-то люди. Ну, много среди них было каких-то маргиналов, хулиганов, пьяниц, может, еще что-то такое. Но потом Гитлер сказал им, ребята, вы и есть соль земли. Вы и есть соль земли. Вы и есть цвет нации. И они стали цветом нации. Понимаете? А потом то же самое сказал, сходи Ленин со Сталином своему народу. И этот сейчас говорит всем этим убогим патриотам. Им же тоже говорят, что они и есть теперь цвет нации, да? Они не цвет нации, они. Так что нет, найдут. Не беспокойтесь. Пойдет ли сам Сергей Мордан убивать, я не знаю. У меня с ним знакомство сейчас Шапшина. Однажды я был вместе с ним в эфире, он у меня тяжелое впечатление произвел. Но готов ли он сам убивать, или он такой просто циничный болтун, этого я не знаю. Понимаю. Спасибо большое, Леонид Яковлевич, что пришли к нам и в эфир. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк. Так вы не только благодарите команду Ходорковский Лайв, которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали. Так мы станем ближе.